Всем привет! Я думаю, будет актуально это видео, потому что для тех, кто строит самоделки, особенно с элементами Ctrl+, знаю, что стандартные приложения, которые... приложение Ctrl+, от LEGO, они заточены под стандартные модели. То есть там нельзя ничего поменять, убавить, изменить конфигурацию. В общем, они строго фиксированы. Поэтому сегодня мы рассматриваем приложение Ctrl от нашего отечественного разработчика Максима. Первая версия приложения была для Android, а вторая версия была сделана уже для Apple продуктов. Но при этом нам пришлось собирать, так скажем, донатить Максу. Ну, купить лицензию, нужно собрать деньги, а потом уже выпускать приложение. И само приложение при этом по своим базовым необходимым функциям, оно бесплатно. Можно купить там дополнительные опции, ну, кроме такой важной функции, как поддержка Бувиза. Ну, согласитесь, при поддержке, при покупке Бувиза можно немножко задонатить там, по-моему, 200 рублей за его функциональность приложений. Там есть еще и такие менее полезные, но более декоративные штуки, как профили для строительной техники и так далее. Ну, то есть более такие графические улучшения. Но еще раз напомню, все базовые функции там есть для управления Ctrl+. Почему мы не берем Powered Up? Приложение тоже от Lego. Оно, на мой взгляд, слишком мудреное, сложное. Я не хочу даже с ним разбираться. Долго они его там дорабатывали. Если бы они сразу его сделали нормально, то, может быть, у меня не было бы такой предвзятости. Давайте смотрим. Я запустил приложение Controls. На примере моей новой самоделки будем здесь делать профиль. Плюсик. Пусть будет новый профиль. Шестеренка. Молоточек. И давайте начнем делать. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно накидать здесь органы управления. Функциональные у нас будут слайдеры к органу управления. Это слайдер рулевой. И второй слайдер у нас будет для газа. Нажимаем на слайдер, заходим в его свойства через решеточку, сразу увеличиваем размер. Такие важные штуки, как возврат в центр и отрицательные значения, сразу включаем. Для чего это нужно? Возврат в центр, он возвращает слайдер в центр, когда мы отпускаем. Ну, по сути, как бы мы бросаем слайдер, у нас машина либо бросает газ, но либо колеса рулевые встают в центр. И второе, это отрицательное значение. Это позволяет слайдеру работать в две стороны. Ну, то есть, грубо говоря, поворачивать влево и вправо. Кстати, у меня тут есть еще небольшие улучшения, о которых я сказал. Вот у меня есть тема автоспорт, аура, аудио. Я сделал автоспорт. Это не обязательно, но она, такая функция есть. Вот у нас поворот. И вторая шкала будет газ. И тут сразу ее нужно развернуть будет, потому что она у нас должна быть вертикальная. Вот есть функция поворота элемента. Она может быть дискретна, если кнопочка включена. А можно прямо точно углы выбирать. Ну, мы включим дискретную. Размер. Возврат в центр, отрицательные значения. Все. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы с вами должны накидать еще дополнительные функции, которые не обязательны, но они тут есть. Информация. Это монитор наклона, датчик наклона, который встроен в Control+. Батарея и спидометр. Давайте тоже их накидаем. Попробуем настроить. Вот они все у нас. Их тоже можно кастомизировать. Размер. Увеличить. Отлично. Прямо очень сложно будет у нас тут сейчас. Не очень красиво, но пусть так будет. Что ж, теперь переходим к программированию. У нас будет вот столько-то вот линий. На каждой линии мы выстраиваем последовательность. Если у нас три мотора, то минимум три линии будут задействованы. Первым делом нужно включить нам блок. Заходим в синюю штучку. Включаем блок. Сейчас он здесь появится. Появился. Плюсик. Все. Он у нас активен. Значит, кидаем на первую линию наш техник хаб. Это вкладка первая оранжевая. Вот он техник хаб. Если у нас будет несколько хабов одновременно в модели использоваться, надо будет соответственно кидать тот хаб, который будет программироваться. Техник хаб. Далее выбираем порт. Пусть вас слово программирование не пугает. Это просто вот такие вот блок схемы. Очень удобные. Смотрите. У нас порты задействованы так. А и С это ведущие моторы. А рулевой мотор подключен к порту Б. Берем порт Б. Перетягиваем к хабу. Переходим во вкладку операции. Что будет делаться при активации порта Б от техник хаба. У нас это будет сервомотор с функцией центровки. Поэтому серву закинули. Теперь нам нужно выбрать контроллер, который будет управлять сервой. Я помню слайдер под номером 1 у нас был как раз слайдером рулевой системы. Вот кидаем его. Все. Цепь замкнулась. Значит, все сделано правильно. Заходим теперь снова в хабы. Теперь нам нужно два хаба кинуть для управления мотором передней оси L и задней оси XL. Соответственно, порты А и С. А и С. Обратите внимание, что тут каждая буква присутствует по два раза. А и А реверс. Б и Б реверс и так далее. Для чего это нужно, я сейчас объясню, когда возникнет ситуация. Для тех, кто понял, уже в принципе хорошо, молодцы. У нас, кстати, сразу плюс приложения в том, что порт идентифицирует, какой мотор к нему подключен и отображает это графически. Вот видно, что передний мост это порт C. Вот он подключен L-мотор на картинке. Выбираем операцию. Это просто вращение. Это просто езда. Так, и контроллер. Это у нас, по-моему, слайдер под номером 2 будет. Все, цепь замкнулась. Теперь можно протестировать, как это работает. Заходим в лампочку. Вот. Смотрите, сразу видно. При повороте направо слайдера, когда машина должна поворачивать направо, у нас колеса поворачиваются налево. Вот тут надо сделать инверсию порта. И проверим газ. Так, машина не едет. Дело в чем? А в том, что у нас колеса вращаются в разную сторону. Порт, к которому подключены передние колеса, мотор L, нужно инвертировать. Потому что он у нас при движении вперед сейчас вращается назад. Заходим снова вот сюда вот. И меняем у нас порты. Заходим в фиолетовую вкладку. Выбираем теперь B-инверсия. И кидаем ее на ту линию, где нам нужно заменить обычную букву B. Все, заменили. И теперь передний мост надо так же инвертировать. Вот C. C-инверсия. Все, теперь должно работать все правильно. Рулевая работает. И газ работает. Но по рулевой есть еще одна штука, которую важно сделать. Это называется центровка. У нас рулевая линейка первая. Заходим в шестеренку. И вот тут видим, у нас есть либо ручная настройка калибровки сервомотора, либо в режим авто. Заходим и нажимаем начать. Все, откалибровалось. Выходим, тестируем. Кстати, что мне нравится в этом приложении, здесь рулевой мотор работает быстрее, чем в приложении Controls и в других. То есть видно прямо, видите, резко. На мой взгляд, это плюс. Конечно, можно плавно управлять, но он очень отзывчивый, так скажем, на слайдер. Слайдер без задержек работает и без. Еще мы забыли с вами спидометры сделать. Давайте вернемся. Для того, чтобы активировать эти второстепенные информационные датчики, нам нужно снова кидать хаб, но порты уже не задействуются. У нас будет три хаба, потому что три доп. функции идет. Порты пропускаем. И операции. Вот тут есть как раз скорость порта, наклон хаба и заряд батареи. Наклон хаба давайте начнем. Кидая нахлон хаба. В контроллерах находим, соответственно, наш индикатор, который мы выложили на нашем столе. Интерфейс нам. Называется монитор наклона. Все, сомкнулось. Теперь давайте сделаем заряд батареи. Вот он. Заряд батареи. Соответственно, для него тоже должна быть здесь какая-то штучка. Вот она. Сомкнулось. И последнее. Это у нас скорость порта. Ее я никогда еще не делал. Сейчас проверим. Интересно, какой порт он будет замерять. Спидометр. А. Вот. Надо порт, видимо, сюда еще кинуть. Надо выбрать порт. Да. Для этой функции нужно выбирать порт. Ну, пусть это будет у нас порт А. Видимо, можно даже два спидометра сделать. Отдельный для передней, если другой для задней. Прикольно. Все. Сомкнулся спидометр. Давайте проверим теперь. Топливо полное, то есть батарейки заряжены. Все работает. Работает ли наклон? Вот, пожалуйста, работает наклон. Нормально. Ну, кстати, можно вариант с цифрами выбрать, потому что здесь без цифр не очень наглядно. И скорость. По сути, просто ноль и сто процентов. Все. Мы с вами настроили управление слайдерами. И осталось последнее, что мы можем с вами сейчас настроить. Это управление с помощью джойстика. Мой джойстик уже подключен к iPad. На вашем гаджете, как это будет делаться, я не знаю. Поэтому буду только за свой говорить. Давайте мы заходим с вами опять в управление, настройку. И заходим в вот такую зелененькую штучку, кнопочку. Здесь мы можем проверить, видит ли приложение джойстик. Как видите, приложение реагирует, поэтому джойстик рабочий. Теперь нам нужно перейти в контроллеры. И вместо вот этих вот слайдеров, которые управляют портами поворота и движения, нам нужно кинуть, соответственно, контроллеры джойстика. Для начала нужно найти, где они здесь. Смотрите, нажимаю сейчас газ. Где будет у меня газ предполагаемый? Это левый стик и ось Y. Вот он находится. L-Y. Вот сейчас я его и кидаю вместо слайдеров в двух местах, где управление нужно моторами делать. И теперь рулевая система будет у нас правым слайдером, правым стиком, прошу прощения. И будет ось, соответственно, вот X, да? Вот он. Вот он RX. Это правый стик, ось X. Мы двигаем его на слайдер управления рулевой системой. Все. Тестируем. Так, надеюсь, хаб включен у нас. Пожалуйста. Все работает отлично. Мы с вами настроили приложение Controls. Сейчас давайте рассмотрим приложение Brick Controller. Приложение Brick Controller было первым, которое позволяло управлять моделями с помощью джойстиков, геймпадов. Собственно говоря, автор приложения больше концентрировался именно на развитие этой функции, именно функция связи между геймпадом и гаджетом, и гаджетом и моделью. Поэтому по интерфейсу приложение выглядит не так развито, как другие приложения. Напомню сразу, что здесь нет возможности управлять с экрана. Тут нет каких-то кнопок, слайдеров, только управление с помощью джойстика. Поэтому обзор будет достаточно коротким. Первое, что нам нужно сделать, это нужно зайти в раздел Devices и сканировать Technic Hub. Подключаемся. Сразу показал версию, батарейку заряд. Можно сразу протестировать. Порты. Все, работает. Выходим из девайса, мы привязали наш Technic Hub. Кстати, можно его обозвать по-другому как-нибудь. Далее, контроллер. Я его уже подключил к планшету, поэтому он сейчас должен здесь быть виден. Да, вот при нажатии у нас показывает, какой стик, какая кнопка, что нажимается. Все работает. Ну и, соответственно, переходим в раздел, где мы будем настраивать профиль. Есть еще раздел Sequences. Это создавать всякие программируемые последовательности. Я думаю, что если вы освоите основной функционал, вы потом можете поэкспериментировать с этим разделом. Так, создаем профиль. Нажимаем плюсик. Dakar. Create. Дефолтный профиль. Надо сейчас нам его настроить. Нажимаем плюсики. Выбираем ось или кнопку. Давайте будет левый стик, ось. Ось Y. Вот он обнаружил нажатие. И предлагает нам на эту ось сейчас что-нибудь зацепить. Какую-нибудь функцию. Это была ось газа. Надо сюда, соответственно, прицеплять порт, к которому у нас подключен один из моторов на движение. Это либо порт A, либо порт C. А выбран. Настройки здесь все по умолчанию правильные. Галочка. Сейчас нам нужно добавить порт второго мотора, чтобы он также управлялся с этого стика. Для этого нам нужно опять нажать плюсик. Теперь ось Y. И выбираем второй порт для второго мотора. Это порт C. C. Сохранить. И теперь делаем рулевую систему. Снова обнаруживаем нажатие. Теперь правый стик ось X. И сюда мы подцепляем порт B. И важно выбрать здесь тип канала. Не нормальный мотор, а сервомотор. Сразу можно зайти сюда и сделать автокалибровку. Давайте калибруем. Все, нашел серединку. Сохраняемся. Галочка. И, наверное, можно пойти протестировать. Play. Профиль Default. Вот, все. Ситуация такая же, как с приложением Controls. Нам нужно сделать инверсию у нас. Потому что рулевая работает не в те стороны, как должна быть. И, кстати, обратите внимание, что скорость работы рулевой здесь не такая быстрая, как Controls. Видите, не так резко работает рулевая, и это мне не нравится. Газ при движении вперед. Задний мост пытается назад ехать. Соответственно, нам нужно сейчас перевернуть порт заднего моста. Меняем снова инверсию здесь. Теперь должно заработать правильно. И то же самое на рулевом нужно сделать, потому что там у нас тоже нужно инверсию произвести. Рулевая теперь работает правильно. Хотя все равно медленно. Все. Газ заработал верно. Серво медленно, но работает. Видимо, какой-то алгоритм работы серво здесь другой. Но главное, что работает. На этом все. Мы рассмотрели с вами два приложения, Controls и приложение BrickController. Два абсолютно разных, но очень полезных приложения. Если вы каким-то из них уже пользуетесь, то напишите ваши отзывы о приложениях Controls или BrickController снизу под видео, чтобы знать, какие там косяки, чего нужно доработать. Ну и, собственно говоря, в качестве совета для тех, кто еще пока не определился, чем ему пользоваться. Еще раз напомню, под видео будет ссылка на топик, где можно будет сделать донат в пользу автора. Либо можете просто купить какие-то встроенные покупки в приложении Controls. Например, там есть BuVis, ну либо какие-то графические дополнительные схемы. Поверьте, для Максима это будет большая мотивация продолжать дальше работать. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok